Люди непринужденно прогуливаются, по большей части отводя взгляд от парней и девушек, зазывающих на тест, результат которого для кого-то может стать приговором. Акция не является какой-то независимой инициативой здравоохранителей, а проходит в рамках всероссийского автопробега, который затронул больше 30 регионов страны. Две недели назад экспедиция «Антиспид» стартовала из Петропавловска-Камчатского. Накануне их можно было увидеть у спортивной набережной Владивостока. С утра до вечера волонтеры зазывали людей. Приглашаем любого желающего на то, чтобы проверить саневисую инфекцию. Неугасимый оптимизм волонтеров все-таки идет вразрез с реакцией людей. Некоторые даже не выслушивают, а сразу отшатываются от молодых парней и девчонок, у которых на футболках виднеется страшная надпись. Похоже, даже знания о недуге для нашего общества сегодня все еще табу и ассоциируются с чем-то неприличным. За 5-6 часов количество желающих провериться составило немногим больше 20 человек. Что вдвойне странно, процедура очень простая. Мы берем слюну, получается, и в течение 10 минут выдаем результат. 10 минут? Да, в течение 10 минут. За такой короткий срок и такой простой процедурой, говорят специалисты Центра по борьбе со СПИДом, действительно можно определить, есть ли у человека ВИЧ-инфекция на данный момент. Но не со стопроцентной точностью. Да, это предварительный результат, вы же понимаете, 98-99%. Все равно остается процент ошибок, это раз. А два, это тот факт, что самым надежным средством все еще остается анализ крови в Центре по борьбе со СПИД. Ну а пока съемочная группа изучала место экспресс-теста на ВИЧ, несколько человек уже успели его пройти. Максим, к примеру, проходил мимо и узнал о ВИЧ-исследовании случайно. Здравствуйте, а вы не хотите принять участие в акции по борьбе со СПИДом? Вы можете за 10 минут узнать, есть ли у вас ВИЧ или нет. Вот молодой человек вам все расскажет. Хорошо. В итоге и он оказался в немногочисленных рядах тех, кто согласен с тем, что знание – сила, а предупрежден – значит вооружен. Через 10 минут он дождался своих результатов и зашел в кабину автомобиля для приватного разговора, ведь тест анонимный. Я здоров. А скажи, вообще, как это проходит? Страшно было, нет? И стоит ли людям вообще мимо проходящего так проверить? Ну это все очень быстро и не знаю, насколько точно, но сказали, что точно. Тот факт, что этот молодой человек здоров, все же меркнет на фоне неутешительной статистики по Дальнему Востоку. Недавно регион стал лидером по заболеваемости и числу вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. В числе самых неблагополучных территорий находится и Приморье. И это еще одна причина внимательно отнестись к своему здоровью. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.